Все новости на сегодняшний день гремят только об одном. Федеральные войска водят в Чечню. Люди сорвались как с цепи. Начали протестовать против самоизоляции. Стали вырывать асфальт и бросать в полицию. То, что происходит в нашей стране, требует постоянного и тщательного внимания. Информация требует распространения. Если, уважаемый зритель, вы тоже против нынешнего правительства, то обязательно ставьте как можно больше лайков, чтобы эта правда распространялась по всей стране. А вот федеральные и провластные СМИ полностью проигнорировали те события, которые развернулись в Алании. Они сделали вид, будто там ничего не происходит. Поэтому по телеэкрану вы этих новостей не увидите. Только лишь когда все закончилось и прошло, они начали давать какие-то первые комментарии. Осетия прогремела на всю страну после того, как во Владикавказе народ вышел на акцию, получившую неофициальное название «Митинг неверующих вирус». Если, уважаемый зритель, вы тоже не верите в этот вирус, то напишите свое мнение в комментариях. Только вот наше правительство, походу, сходит с ума. Потому что людей, которые вышли на акцию протеста, назвали «биологические террористы». Большинство митингующих уже успели разойтись, но по факту акция продолжается и по сей день. Сообщалось о стычках с полицией и по традиции особо активные граждане были задержаны. В митинге принимало участие около трех тысяч человек, у митингующих два основных требования к властям Северной Осетии. Первое – это освобождение из-под стражи бывшего оперного певца Вадима Чельдиева, которого задержали несколькими днями ранее. Ответ на вопрос, как выжить во время карантина. Изначально инициатива митинга принадлежала именно Вадиму, который известен как неумолимый адепт возрождения СССР, а также своими эмоциональными стримами в Инстаграме. Помимо этого, в чатах Чельдиева широко обличаются врачи, работающие в грязных зонах больниц, где лежат пациенты, зараженные вирусом. Их называют предателями, которые ради денег обманывают весь народ. Решение о проведении митинга было принято около трех недель назад, когда в чате у Чельдяева несколько человек заявили о том, что они не верят в пандемию вируса и считают его мировым заговором против трудового народа. Сразу после этого было принято решение, а давайте проведем митинг. Естественно, в каждом стриме есть агенты Кремля, которые все это обозревали и приняли, естественно, свои незаконные меры. В Северной Осетии разговоры о мировом заговоре против народа и фейковой пандемии накладываются на реально тяжелую экономическую ситуацию, с которой столкнулись люди. Уже после первой недели самоизоляции значительное количество мелких предпринимателей в республике оказались на грани банкротства. При этом у населения практически нет никаких накоплений, денег, чтобы кормить свои семьи и брать им нет куда. Скорее всего, именно этот фактор оказался решающим для того, чтобы сегодня в центре Владикавказа собралось такое большое количество людей. И это только начало. Никто не верил в то, что в России будет переворот, революция. И теперь вы видите все своими глазами. Их лидер Чальдиев не сумел поддержать митингующих даже виртуально, потому что три дня назад в Санкт-Петербурге его задержала полиция, обвинив в распространении заведомо ложной информации. Способной привести к опасной жизни и здоровью граждан. Во время этапирования во Владикавказ певец, по словам полицейских, набросился на одного из них и дважды ударил его по лицу. Конечно, они найдут к чему придраться, ведь теперь нужно шить какую-то статью, а за то, что он просто в Инстаграме вел стрим, ему ничего не светит, а вот за это уже восемь годиков можно и влепить. Собственно, именно поэтому толпа вышла во Владикавказе первым делом и требовала освобождения Вадима. Помимо этого, то и дело раздавались призывы свергнуть правительство, Путина освистали, говорили о том, чтобы открыть школы и прекратить режим самоизоляции, потому что врачи отказываются предоставлять документы о зараженных, не хотят показывать паспорта. Во многом из-за этого разговора с вышедшим к митингующим главой республики Вячеславом Бетаровым вообще не получилось. Он не мог ничего сказать, ему не давали говорить. То же самое произошло и с другими осетинскими чиновниками, которые пытались убедить людей разойтись, включая депутата Госдумы Артура Таймазова. В конце концов, чиновники уговорили толпу сформировать инициативную группу для разговора с главой. Людей пустили в здание, они действительно пообщались в его кабинете. По их словам, основными темами разговора это было освобождение Вадима Чельдиева и экономическая помощь тем, кто оказался в трудном положении из-за режима самоизоляции. Правда, когда они вышли из кабинета, взяли микрофон и рассказали об этом толпе, час митингующих их освистала. Накал страсти несколько спал, однако люди не хотят расходиться до сих пор. В течение всего дня полиция вела себя крайне аккуратно и, несмотря на большое количество бойцов спецназа по периметру, дамоправительство крупных стычек удалось избежать. Происходящее сегодня во Владикавказе во многом спровоцировано нелогичными действиями власти региона и властей всей Российской Федерации в целом, которые после первой недели самоизоляции неожиданно резко ослабили ограничительные меры, запустив общественный транспорт и открыв салоны красоты и парикмахерские, что заставило жителей Северной Осетии считать, что ничего страшного не происходит. Почему мы не можем идти работать на завод или в магазин игрушек? К нам же тоже не приходит столько много людей, как катаются в тех же электричках, метро и так далее. А когда власти сообщили о первых случаях заражения вирусом в республике, очень многие просто не поверили в их существование и потребовали предоставить паспортные данные заболевших. Дошло даже до требования направить общественную проверку в грязную зону клинической больницы, где сейчас якобы зараженный вирусом. Своим постоянным враньем правительство страны довело жителей до того, что они уже не знают, чему верить. Нелогичными и антинародными решениями Путин делает все, чтобы Россия никогда не стала процветающей страной. А людям, которые якобы заболели вирусом, не хотят предоставлять свои паспортные данные, их называют продажными. А что думаете по этому поводу вы, уважаемый зритель? Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok